Том 2. Пророки. Ильягу, Амос, Ишадягу, Ирмиягу. История Ильягу. Царь, царица и пророк. В стране Израиля жил когда-то царь по имени Ахав. Ахав был ужасным грешником. Его жена Изевель, властолюбивая и жестокая, пришла из страны, в которой поклонялись Баалу. И она решила, что народ Израиля, как и она, должен поклоняться Баалу. Прикажи построить храм в честь моего бога Баала, попросила она своего мужа, царя Ахава. И Ахав исполнил просьбу жены. Вместе они ходили в храм, чтобы молиться Баалу. В храме Баала должны быть жрецы Баала, сказала Изевель. Царь Ахав позволил ей привезти тысячу жрецов Баала. Четыреста пятьдесят из них ели за столом царицы. Жертвенники Баала появились по всей стране. Жертвоприношения язычников сопровождались буйным весельем, плясками и диким смехом, привлекавшим любопытство израильтян. Многие из них присоединялись к этим буйствам и совершали жертвоприношения в честь Баала. Мы можем служить и Богу, и Баалу, говорили они. Царица Изевель была довольна. Скоро Баал будет Богом Израиля, говорила она. Но Изевель не слыхала о еврейских пророках. Помнишь, кто такие пророки? Это люди, которых Бог сделал своими посланцами. Они ходили по всей стране и учили народ жить по законам Бога, законам взаимной любви и справедливости. Жрецы же Баала учили бесстыдству и жестокости. Пророки учили, что нельзя одновременно поклоняться и Богу, и Баалу. Пророки убеждали сынов Израиля не ходить к жертвенникам Баала. Узнав об этом, Изевель приказала убить всех пророков. «Смотрите, чтобы не уцелел ни один из них!» — приказала она. Тогда были убиты сотни пророков. Многие из тех, кто уцелел, бежали и скрывались в пещерах. Один из тех, кому удалось спастись, был пророк Ильяу.